Всем привет, с вами Айдар Усманов и это Универ Ньюз. Пускай на улице то слякать, то гололёд, ну а мы же стабильно снимаем для тебя новые сюжеты. Так что сегодня узнаем прямо сейчас. Лёгкая нефть на грани исчезновения. Казанский федеральный решает задачу мирового масштаба. Раскольников был в шаге от пожизненного. Криминалисты и следователи раскрыли побуждение к преступлению. Быть королевой — это в крови. Гимнастка из Татарстана продолжает собирать короны на конкурсах красоты. Когда учёные говорили, что внутрипластовые горения и катализаторы для подземной переработки — это наше будущее, и мало кто верил. Многие так и продолжали качать лёгкую нефть. Сейчас её практически не осталось, и люди вспомнили те слова, которые смело можно назвать пророческими. К решению задачи мирового значения включился Казанский университет. А как — расскажет Аделя Шамилова. Успехи Казанского федерального университета на российской и международной аренах давно привлекают к ВУЗу огромное внимание представителей СМИ. И это неудивительно, ведь КФУ вовсе не скрывает своего плодотворного сотрудничества с зарубежными странами, например, Венесуэлой. Ведь именно эта латиноамериканская страна обладает крупнейшими в мире запасами тяжёлой нефти. В связи с этим 30 ноября в стенах КФУ состоялась пресс-конференция, где представителям СМИ отлучили проблему мирового масштаба. Когда вот эти вот маловязкие нефти, лёгкие нефти закончатся, в принципе, да, то добыча основная переместится в Канаду, вернее, сначала, значит, Колумбию, Венесуэлу, Венесуэлу и Колумбию и в Канаду. Вот и третье место, где эти нефти в большом количестве держатся, это Россия. То есть это ближайшее будущее. Казанский университет заслуженно считается одним из мировых лидеров по исследованиям в области добычи и переработки нетрадиционных углеводородов. А учёные КФУ готовы уже в ближайшее время реализовать совместный научный проект по добыче нефти с иностранными коллегами. Кстати, о проекте. Представители КФУ раскрыли журналистам детали продвижения новейшего проекта предварительной переработки нефти, благодаря которому нефть можно перенести с поверхности земли под неё. На базе КФУ мы создаём международный консорциум как раз в области добычи тяжёлых московязких нефтей при помощи термических методов. И действительно, сейчас здесь формируется вот такой мировой центр в этой сфере. Для достижения столь амбициозной цели в лабораториях САЕ «Эко-нефть» уже идут работы над уникальными катализаторами и технологиями разработки месторождений, позволяющие повысить нефтеотдачу пластов, изменить структуру нефти и даже её свойства. Казанский федеральный готов приложить максимум усилий, чтобы помочь коллегам с этой задачей. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Вы когда-нибудь читали произведение Достоевского «Преступление и наказание», разбирая темы уголовного права и криминологии? Нет? А наши студенты читали, разбирались и даже устроили соревнования. В честь 150-летия бессмертного произведения в КФУ состоялась Олимпиада по уголовному праву. Каждый уважающий себя юрист, особенно работающий в области уголовного права, должен знать Достоевского. Особенно его «Преступление и наказание» считает Кони, известный на всю страну юрист прошлого века. Достоевский, не имея юридического образования, затронул почти все вопросы уголовного исследования. К 150-летию Великого Романа студенты Казанского федерального посвятили Олимпиаду по криминологии и уголовному праву. Право и литература – это две вещи, которые в любом случае сочетаются. В любой книге мы можем найти отголоски того или иного правового явления. Некоторая литература прямо посвящена юридическим явлениям. Но здесь именно роман посвящен уголовному правовому и криминологическим особенностям. Первая межвузовская олимпиада по криминологии и уголовному праву прошла на юридическом факультете Казанского федерального в два этапа – тестовая часть и решение юридических задач по произведению. Мне очень нравится, мы разговариваем о проблемах и решениях вообще в уголовном праве. То есть, как вообще нужно ли нам уголовное право, что такое преступление, как его решить и нужны ли вообще преступления в мире. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универа Ньюс. Что ни минута, то свежие новости. Всемирная сеть продолжает удивлять. Каковы самые обсуждаемые новости Рунета, сегодня расскажет наша традиционная рубрика WebNews. В Татарстане идет активная работа по развитию и популяризации татарской культуры и национальных языков. Большой вклад в этот процесс внесла Высшая школа татаристики и тюркологии, института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ. Максим Таланов, руководитель лаборатории машинного понимания Высшей школы и ТСКФУ, номинирован на премию ТОП-50 «Самые знаменитые люди». Проголосовать за Максима Таланова можно на сайте ТОП-50 кзн-собака.ру до 3 декабря. 3 декабря в Казани пройдет забег «Дед Мороз Ран». Его участники пробегут дистанции в новогодних колпаках. Принять участие могут все желающие. Акбарс на своем льду разгромил торпеда. Матч завершился счетом 5-0. Танцовщица с ограничениями здоровья представила Татарстан на парадельфийских играх. Танец девушки признали лучшим номером, с которым она выступила на галоконцерте. Верхнеуслонский борец Егор Сапунов привез золото со всероссийского турнира по комплексному единоборству «Стальное сердце». В общекомандном зачете сборная республики Татарстан заняла второе место, обогнав 11 российских команд. В Казани и в Татарстане пройдут масштабные экспресс-тестирования на ВИЧ. В плане мероприятий присутствует поддержка некоммерческих общественных организаций, тестирование беременных и обеспечение детей молочными смесями. В Казани установят новую скульптуру «Понь страна». Выбрать место для фигуры можно до 14 декабря. Управление архитектурой и градостроительству ждет активности от казанцев. МЧС Татарстана в рамках подготовки к отню спасателя России решили выбрать самых обаятельных сотрудниц ведомства. На конкурс сотрудницы МЧС представили свои фото в форме, а также ответили на вопросы, почему они любят свою работу и поведали истории своих отважных поступков. Музей истории Казанского федерального – один из уникальных музеев России. Здесь хранятся редчайшие реликвии, свидетели разных эпох и событий жизни университета и страны. К своему 37-му дню рождения музей проводит благотворительную акцию «Музей с любовью». 37 лет назад, 30 ноября 1979 года, состоялось торжественное открытие Музея истории Казанского университета. Создание экспозиции и формирование коллекции музея начались в сентябре 1978 года. И почти через год, когда университет готовился к своему 175-летию, музей принял своих первых посетителей. Музей Казанского федерального – это и тебе величайшую историю. Каждый экспонат – это ценность для университета. Как создавался этот музей и откуда были взяты экспонаты, мы узнали у основателя этого музея. Постепенно собирался очень интересный материал. Я считаю, что самые ценные – это те рукописи, те автографы и те вещи, которым прикасались наши великие ученые или наши великие выпускники. Их немало. Вот я уже назвала, например, личная печатка Лобачевского. Взяла ее в руки, вот я могу ее показать, эту печатку, взяла ее в руки, вот так вот держала и ходила по коридору университета, показывая всем. Вы видите, какой экспонат поступил в музей. И если такой экспонат есть, то музей будет. Причем это было почти в самом начале, в 1978 году. Наш один из первых экспонатов, буквально наша реликвия. Спустя 37 лет трудно представить, что создан музей был за год и два месяца. Это стало возможным благодаря самоотверженному труду его небольшого коллектива. Сегодня музей известен не только в Казани, но и в России и за ее пределами. Он стал важнейшим центром пропаганды отечественной науки и культуры, крупнейшим центром культурной жизни города. К своему 37 дню рождения музей проводит благотворительную акцию «Музей с любовью». Коллектив музея с благодарностью примет отдельные предметы – фотографии, картины, документы, книги, приборы, личные вещи и коллекции, связанные с именами ученых, с историей развития науки в Республике Татарстан и в России. И если вы внимательно посмотрите на экспозицию, то здесь, безусловно, очень хорошо всегда был отражен период с момента основания университета, с 1804 года до конца 70-х годов. Очки, письменные приборы, записная книжка, ручка, портфель. На самом деле, для сотрудников музея – это мемориальные вещи, которые действительно могут стать экспонатами музея и украсить экспозицию музея, и могут о многом рассказать. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влетяров, Универньюс. Талант, красота и краса – все это можно сказать о казанской спортсменке Диляре Ялалтыновой. Более того, теперь ей принадлежит корона «Мисс Студенчество России-2016». Известная красавица ответила на все вопросы нашей съемочной группы. Подробности далее. 25 ноября в концертно-развлекательном комплексе «Пирамида» прошел финал конкурса «Краса Студенчества Татарстан-2016», где победительницей конкурса стала Виктория Романова. Свою корону она получила с рук бывшей красы студенчества и нынешней обладательницей титула юбилейного 10-го всероссийского конкурса «Мисс Студенчества России-2016» Диляры Ялалтыновой. Достойно представить свой вуз, это Академия спорта, и также представить достойное студенчество Республики Татарстан. Ведь это очень важная задача, и впечатление – это одни эмоции, радость. Ведь очень приятно, что теперь Татарстан, именно Татарстан, занимает такую высокую позицию. В 2015 году Диляра Ялалтынова стала обладателем цитута «Краса Студенчества Татарстан-2015». Поэтому она уже не понаслышке знает, как же трудна подготовка к такому масштабному конкурсу. Подготовку я начала буквально за месяц до конкурса. Я готовила свой творческий номер, мы записывали видео-визитку, которая будет представлять меня и Татарстан. 37 победительницам региональных этапов из разных регионов страны за время трудоемкой подготовки пришлось пройти, можно сказать, огонь и медные трубы, которые оставили в их памяти неизгладимые впечатления. Мы сдавали нормы КТУ, у нас был один специальный спортивный день, где мы сдавали такие дисциплины, это как отжимания, пресс, прыжок в длину и наклон вперед. То есть девушки были все подготовлены, потому что на конкурс собрались лучшие из лучших, и нам не составило труда. Также у нас был день, когда мы проходили собеседование с жюри, демонстрировали свои национальные костюмы, и у нас проходила фотосессия. Также запоминающим днем для нас был день, когда мы поехали в город Пятигорск и с участницами конкурса провели благотворительную акцию. Пока ты молод, харизматичен, активен и амбициозен, нужно чаще принимать участие в различных проектах. И совсем не обязательно, чтобы это были конкурсы красоты. Молодость слишком быстро проходит, нужно быть полезным обществу, оставить после себя какой-то след. Так считает и сама Диляра, ведь она не останавливается на достигнутых целях и старается идти только вперед. Международный конкурс, который будет проходить в Минске, я уже буду представлять не только Татарстан, я буду представлять нашу великую Россию. Не могу сказать точной даты, когда он будет проходить, но это будет королева весна, который должен проходить в Минске. Молодость – это самое прекрасное время, которое помогает раскрыть себя и показать то, к чему ты стремишься и чего ты хочешь от жизни. Пожалуй, Диляра Ялтынова еще не раз блеснет своей красотой и покажет свой талант. Поэтому нам остается лишь пожелать ей удачи и дальнейших успехов. Диана Шилова, Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Вот и снова подходит к концу наш эфир. Пришло время прощаться. Всем хорошего дня, одевайтесь теплее и двигайтесь больше. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!